А может и есть, правильно? Всем привет! Сегодня мы рассмотрим от разрабов новую инфу и пойдем на ГВ. Так, что у нас тут интересного? Нет, не сюда. Так. Вас приветствует команда разработчиков Sumonar War. Привет! В сегодняшних заметках от разработчиков мы расскажем вам о предстоящих улучшениях потустороннего рейда. В прошлом мы уже проводили улучшения потустороннего рейда и рассказывали об этом в заметках от разработчиков. Дальше. Непрерывный бой в потустороннем рейде. Мы уверены, что все заклинатели с нетерпением ждали внедрения функций непрерывного боя с момента ее появления. На самом деле, мне кажется, больше ждали люди SD-шки фарм, чем потустороннего рейда. Потому что потусторонний рейд все и так понимают, что его крайне сложно реализовать, потому что это не обычный ПВЕ контент. Ведь мы в него ходим как минимум с одним еще человеком, если ставим две пачки своих и еще приходится кого-то добирать. Либо друга, либо сагильдейца, либо рандома какого-то из чатика, либо бота какого-то, который нам предлагает Сума Нарвар. В общем, вы понимаете, что это сложно было реализовать. Я думал, они нам SD-шку реализуют. Почему бы и нет? Башню даже, и то было бы полезней. Да, проходить башню было бы полезней. Они решили это реализовать. Ну ладно. И то реализовали пока что криво. Возможно, когда они ведут, это будет лучше. Благодаря многочисленному количеству положительных отзывов наших заклинателей касательно функции непрерывного боя, после ее внедрения мы полны уверенности, что появление этой функции в потустороннем рейде обрадует заклинателей ничуть не меньше. Пока что она нифига не обрадует, спойлер, если они ведут так, как они написали. Однако, как вам известно, потусторонний рейд не является контентом для одиночной игры, поэтому нам понадобилось более внимательно изучить вопрос внедрения функции непрерывного боя. Тут согласен, о чем я и говорил. В результате мы добавили функции непрерывного боя следующим образом. Сперва мы кратко расскажем о функции непрерывного боя в потустороннем рейде, а затем дадим более подробные объяснения. Непрерывный бой в потустороннем рейде сражаться можно до 10 раз подряд, как и в обычных режимах, где мы уже и так фармим. Вы можете использовать непрерывный бой в потустороннем рейде, перейдя сразу на карту мира, потусторонний портал и потусторонний рейд, вместо перехода через врата измерений. Но, сделают ли они во вратах измерений эту кнопку? Наверное, тоже сделают. То есть, типа, можно и так сделать, наверное, будет и так, или только через сам рейд. Я точно не знаю, надо будет смотреть. Новое меню для создания команды будет добавлено для непрерывного боя в потустороннем рейде. Будет улучшен пользовательский интерфейс, и вы сможете выбрать способ участия в команде. Заклинатели смогут создать свою собственную команду для непрерывного боя, или присоединиться уже к созданной команде, которую создал какой-то там другой человек. Ваш сагильдеец и кинул в чатик сейчас об этом дальше. Пользовательский интерфейс будет улучшен для комфортной проверки полученных во время непрерывного боя наград, аналогично текущему интерфейсу других контент непрерывного боя. То есть, будет обычное окно, которое вы можете открыть и посмотреть, какой дроп вы уже успели нафармить за несколько заходов. Одна из первых вещей, которую наша команда обсудила при подготовке функции непрерывного боя в потустороннем рейде, было изменение процесса подбора игроков и создание команд. Якобы по заверению их, там где-то написано будет, что типа ускорится, ну и подбор как-то переделают. Некоторые заклинатели предпочтут сразиться вместе с одной командой лишь несколько раз. Это и дико раздражает, когда ты ищешь какого-то человека чуть бы не на всю ночь для фарма, а к тебе заходят какие-то одноразовые ребята, которые там на один, на два захода и все, и сваливают. Ты с ними вроде бы успешно зафармил Гидру, да? Все типа хорошо, вот, все идеально, но они взяли и вышли. Может они квест сделали, дейлики и все такое. В то время как другие захотят продолжить принимать участие в битвах с подобной командой. То есть сделать там 10, 100 заходов и так далее. Кстати, у меня есть места на Гидру, то есть пишите мне вконтакте, есть одно место на Гидру 27 секунд на глобале. Может и два места есть, пишите, потому что я это снимаю сегодня, может это вы смотрите через несколько дней. Поэтому есть место на Гидру 27 секунд на глобале и есть место 27 секунд на Европе. То есть если у вас есть пачки, вы ими фармите, но у вас нет времени фармить, обращайтесь, я буду у вас фармить. Так как есть два человека на глобале и есть два человека на Европе. Чтобы я не добирал какого-то рандома из чатика, да, там какого-то, то, соответственно, предлагаю вам, обращайтесь ко мне за фармом, это себе может позволить любой школьник. Чем больше берете, тем дешевле. Места есть, пишите прямо сейчас насчет фарма ВКонтакте, либо в Телеграме, либо в Вайбере. Все ссылки есть в описании, либо пишите в чат ВК. Так, по этой причине мы решили улучшить методы создания команд и участия в команде, чтобы каждый заклинатель мог выбирать себе команду и участвовать в битвах в соответствии с поставленной целью или ситуацией. Тут согласен, потому что, если к тебе будут заходить на один заход, это будет вообще ни разу не круто. Теперь мы собираемся рассказать об улучшенных процессах создания команд и участия в битве. Пожалуйста, взгляните на изображение ниже. Посмотрим. Здесь, в принципе, они мало что переделали, по-моему, так и называется в английской версии, а может и нет. Дальше смотрим. Это будет первый экран, который вы увидите при входе потусторонний рейд. Создание команды. Создайте желаемую команду для постороннего рейда. То есть, вы создаете команду, либо ищите себе команду. То есть, тут вы создатель, как бы вы пати-мейкер, да? А здесь вы, соответственно, ищите себе команду, если вы там не умеете создавать, либо вам лень, либо вы там не шарите, как это все осуществить. Так, существующая функция подбора игроков будет удалена, так, и заменена меню список команд. В меню список команд будут отображаться команды, уже созданные другими заклинателями. Вы сможете увидеть название комнаты, то есть, там можно написать название, типа, а-ля еще одного человека 27 секунд. Название команд будет что-то типа, бж 27 секунд, либо стандарт пачка, ну, наверняка какие-то такие названия будут, либо, не знаю, жопу будут писать, или еще что-то, сиськи-письки. Так, уровень сложности и условия непрерывного боя, а также присоединиться к понравившейся команде. Советую писать, допустим, если вы там среднячок, который начал фармить 4-5 гидру, пишите там минута-полторы, 1-2 и на английском минуты пачка. То есть, к вам не будут заходить те люди, которые фармят по 27 секунд. Тут будет понятно. Далее вы сможете узнать, как создать команду. Создание команды потустороннего рейда. Видите, переделали окошко, достаточно удобно. Здесь вы сможете написать какое-то название комнаты. Смотрите, если написано 32 символа, так как это игра корейская, и здесь, соответственно, по-другому с языком все, у нас некое такое ограничение для тех, кто общается на русском языке. То есть, вы сможете написать здесь, скорее всего, ну, так как гильдию, в гильдии можно максимум 16 символов, насколько знаю. А в СНГ на русском языке можно сделать только 8 символов. Конечно, можно считырить какие-то буквы на английском, какие-то на русском, но это неудобно. То есть, для англоязычных, китайских, любых, там, грубо говоря, людей на планете 16 символов, для нас 8. Почему-то наша одна буква занимает 2 символа. Ну, так оно есть, так оно, наверное, и будет. Поэтому здесь не удивляйтесь, если можно написать максимум 16 букв на русском языке. Всякие пробелы, точки не считаются, как за 2 символа, если что. Учитывайте это. Наверняка так будет. Здесь выбираете уровень, как обычно. Здесь вы вставляете, то есть, соответственно, обычный бой. Это вы заходите на 1, на 2. То есть, вы дальше будете руками нажимать кнопку «Продолжить бой», если вы хотите продолжить с этими ребятами, там, сделать 2-3 захода, чтобы сделать, допустим, дейлик, то есть на 3 захода на гидру. Если репит батл, то есть непрерывный бой, я не знаю, как они сюда это вместят. Может, просто напишут «непрерывный» или как они это напишут? Нам надо, чтобы вот так вот не вылазило на полэкрана. Короче, это непрерывный бой. Здесь стандарт, паблик, это, соответственно, общий. То есть, вы создаете комнату, и к вам может зайти кто угодно. Какие-то рандомы, и они будут введить вашу комнату в общем доступе. Если вы нажмете «Приват», соответственно, это индивидуальная комната, в которую вы можете пригласить вашего друга, сагильдейца, или в чате кинуть эту комнату, в чате кинуть, и, соответственно, пригласить себе туда. Правильно сделали, что не добавляли сюда никаких паролей, типа, зачем они нужны? Но если вы открыли, то есть, публичную комнату, то, конечно, в нее может зайти, наверное, как кто угодно. Зачем тогда нужен пароль? А если вы создали «Приватную» комнату, то зачем нужен пароль, если вы приглашаете, и вы можете выгнать? В принципе, логично, да, что пароль здесь и не нужен, потому что в предыдущем патче, когда мы обсуждали, типа, говорили в чатике некоторые, типа, классно будет, если сделают пароль на гидру. Зачем? Ну, если бы сделали, то оно лишним не было бы, но я не понимаю, зачем. Так, вышеупомянутое меню появится, когда вы нажмете кнопку «Создать команду». Так, введите название команды, установите уровень сложности, выберите способ боя. Этому уже читали. Так, вы заметили, что в меню появилось больше опций, чем раньше? Нет. Благодаря этому вы сможете создать подходящую команду для выбранного вами типа боя. Если вы не сможете найти в списке команд желаемую команду, вы можете создать свою собственную. Как-то так. Кроме того, была улучшена функция приглашения. В дополнение к функции приглашения, благодаря которой вы можете приглашать своих друзей или членов гильдии, так будет добавлена новая функция, которая позволит вам продвигать и рекламировать свою команду через обычный чат или чат гильдии. Ну, как на помойном РТА кидают свои бои и прочее. Вот, приглашение в команду. Мы создали себе какую-то команду. А зачем они взяли мою пачку? Как пример. Кто не понял, я этой пачкой... Это одна из моих двух пачек. Это одна из моих... Только у меня Делфой стоит первой линии еще. Да, так вот, вот этой пачкой я вожу людей на Гидру. И вторая у меня еще есть пачка. Я там лидерки свапаю. Во второй пачке у меня Дарион. Лидерки иногда свапаю. Все дела. Спасибо, Комтуасы. Совпадение? Да просто совпадение, понятно. То есть, абсолютно те же монстры решили Делфой в заднюю линию поставить, чтобы уже точно не под копирку. Спасибо, Комтуасы. Приятно, что смотрите. Продолжаем. Так, здесь у вас появится кнопка пригласить. Видите, появилась кнопочка такая, share. Здесь вы пишете, к примеру, вступайте ко мне в бой. У меня там БЖ 27 секунд. Или тут можно написать, типа... О, смотрите, здесь 60 символов. Я не знаю, поделится ли оно на 2, а-ля типа 30 символов можно будет только отправить на русском языке. Вот этого я не знаю. Поэтому здесь можно написать что-то, типа... Ребята, еще одного или двух человек на гидру, там, допустим, минута-две. Стандартная пачка или что такое. Я не знаю, что вы здесь будете писать. И вы можете это отправить в обычный чатик, на котором вы сидите. Там любой, там, 110-й, 120-й, какой вы там. Или в гильдейский чатик. Да. Теперь проще будет пригласиться гильдейца. Не надо будет, соответственно, его в друзья добавлять, там, или кидать ему приглашение через поиск. А то, знаете, когда сагильдейцев много, вот, его пока найдешь в этом списке. Ну, просто, наверное, это дополнительное облегчение. Но не намного проще стало. Просто ты как рекламку кидаешь, и человек тебя найдет либо сам, либо перейдет по этой кнопке. Он нажмет на рекламку, и, типа, там, вступить в бой. Типа, тоже удобно. Не знаю, нужно ли это было сильно. Теперь удобнее вот то, что можно кидать в чатик. Ой, я теперь представляю, какой будет спам на 65-м канале, когда будет искать кто-то себе там пачку на БЖ. Представляете, оно же там по две строки занимает. Сейчас мы увидим. Это по две строки, каждый будет отправлять. Это будет ужасно. Мне так кажется. В этом меню, которое вы видите, нажать на кнопку пригласить. Так, в новом меню поделиться. Вы сможете приглашать заклинателей для совместной битвы в потустороннем рейде или продвигать команду через чат. Как показано на изображении, вы можете выбрать, в каком чате, в обычном или в чате гильдии, вы хотите продвигать свою команду. Если нажать две галочки, то, наверное, и туда, и туда отправиться. Наверное. Можно ли нажать две галочки? Я пока точно не уверен. Нажав на кнопку поделиться, чтобы отправить сообщение о продвижении своей команды. Вот так оно будет приблизительно выглядеть. Допустим, Вася Пупкин предлагает вступить, там, допустим, в говно. Ой, на четвертую, либо на пятую гидру. И, соответственно, там информация краткая. Вы наверняка нажимаете на вот эту кнопочку. Там инфа. Возможно будет инфа, сколько уже есть человек в команде. Или просто, если вы нажмете на эту кнопку, у вас появится окошко, типа, вступить в катку или отменить катку. Наверное, так это будет. А может и не так, я не знаю. Хотелось бы, чтобы была краткая информация, чтобы было видно, да, то есть окошко открывается и видно, сколько там еще мест. Допустим, ты видишь, что создатель этой пачки, его руны нельзя нажать, пока ты посмотреть, пока ты туда не перейдешь. И, соответственно, еще, допустим, его друг стоит или его вторая пачка. И ты видишь, что не хватает одного человека и ты такой хуяк и вступил. Как-то так, да? Вот, это было бы удобненько. Сообщение о продвижении вашей команды будет выглядеть таким образом. При нажатии на сообщение, которое вы поделились, можно проверить информацию о команде. Вот. А, вот такая вот будет инфа, я не читал, да. Ну, хотелось бы видеть еще мобов, конечно, но хотя бы краткая инфа уже хорошо. Да, было бы лучше, чтобы мобов показали и все. И сразу будет понятно, на какую гидру тебя приглашают, нуб там полный или, в принципе, нормальный чувак, с которым можно погидрить. Правильно? Ну, то есть, вот это мне ни о чем не говорит абсолютно. То есть, инфа только, что это на разочек или на 10 заходов как минимум. Только об этом мне инфа говорит, ну и там пятая гидра или четвертая, все. То есть, как-то скромная информация, она, я не думаю, что сильно и нужна. Потому что, если бы вылазило бы окно, да, в котором человек уже ждет кого-то, было бы идеально. Ты увидел бы, с кем ты пойдешь, никнейм, ты увидел бы, какая гидра, то есть, какой рейд, какой этаж и, соответственно, какой пачкой человек готов с тобой ходить. А вот это мне не дает никакой инфы. Надеюсь, кому-то вас это переделают. Ну и вот здесь, да, зайти или отменить. Хоть как-то сделали. Так, вы можете поделиться сообщением о продвижении своей команды не только следами вашей гильдии, но и с другими заклинателями текущего канала чата, что поможет вам легче набирать участников свою команду. то есть, чатик поспамить. Так, теперь, когда вы смогли набрать участников команды, пора начинать битву под устраним рейдом. Естественно. Интересно, вот как часто можно будет это спамить? Наверное, раз в секунд 15-20, как они сделали везде, да? Вот этот вот некий спам. Вряд ли можно будет прям сидеть и прям заспамливать чатик. Я надеюсь, что они так не сделают. Вроде бы об этом не писали, но все же. Экран непрерывного боя под устраним рейде. Как вы заметили, здесь нет кнопки свернуть бой, как если бы просто бы фармили бы там гиганта. Вот наверху здесь была бы кнопка свернуть и вы могли бы руны точить. Это такой, знаете, полу-непрерывный бой. Сейчас я об этом подробнее расскажу. Здесь появится вот такая кнопка, в которой вы в любой момент сможете нажать и посмотреть, что вам там надропалось. Ага. На экране битвы вы сможете проверить количество бит, а также полученных наград, нажав на значок награды. Еще минусы. У вас не пишется, сколько у вас энергии осталось. Но! Это, наверное, и не нужно. Почему? Потому что вы не можете создать непрерывный бой на гидре, если у вас нет хотя бы 90 энергии. Если у вас 80 энергии, вас кумтуасы попросят пополнить энергию, чтобы можно было запустить, вот создать комнату на 10 заходов. Иначе никак. Но лучше по ним, блин, что сложного было бы здесь написать значок этой энергии сделать. Ну что сложного, чтобы ты мог пополнить. Сейчас у меня еще один вопрос очень важный остался, потому что если он будет отрицательным, то нет смысла от этой непрерывной битвы вообще. Некоторые пишут, что все, что делает кумтуаса с непрерывным боем, облегчает мне ночной фарм. Это каким боком не облегчает ночной фарм гидры у людей? Никаким. И сейчас поясню, почему. Так, выше указанная информация будет отображаться после перехода в меню полученных наград. Вы можете продать шлифовальные и магические камни, полученные во время непрерывного боя. Но точить вы их не можете. Здесь информация, сколько вы там сделали заходов, успешно, не успешно. Если вы где-то зафейлились, то сразу непрерывный бой заканчивается. Если человек вышел, не знаю, у него выбил интернет, либо еще что-то, я так понимаю, тоже. Соответственно, у вас заканчивается непрерывный бой. Ну, то, что если он специально вышел, это логично. С интернетом, ну, наверное, игра это пока никак решить не сможет. Ну, здесь, видите, такое же окошко на 10 заходов. Здесь, можно посмотреть, чем нападало. Видите, стандартный дроп кум-тоасы нам показывают. Куча маны, две синьки, три розовые. И тоже, наверное, как хрень полная. Это игра на кончании непрерывного боя, где представлена информация о полученных наградах и средний процент вклада участников вашей команды. Не знаю, зачем этот средний вклад. Особенно, когда ты ходишь на гидру 27 секунд, и там этот вклад зависит просто от того, кто на долю секунды, у кого анимация быстрее сработала, кто чаще или быстрее закинет какой-то свой дебаф. Или кто первый начнет там школьникам дамажить. Зачастую все синхронно бьют, но все же. Этот вклад ни на что не влияет. Кто не знал, поясню. Сколько бы вы не наносили вклада, на какой гидре вы можете нанести 1% вклада. Если у вас все 5 гидр открыты, и вы наносите на 5 гидре 1% вклада, а кто-то наносит 50, 60, 70%, там чуть бы не до 100, это не означает, что тот, кто нанес больше вклада, или нанес больше дамаги, или нанес саппорт вклада. То есть, есть две категории полезности на гидре. Это тот, кто закидывает дебафы, то есть саппортящий вклад, и тот, кто наносит урон. Ну, и он как бы суммируется, если что. То есть, идеально, это когда у тебя пачка сбалансирована и урона много, и как бы дебафов много, то есть ты успешно закидываешь всякие расколы на броню атаку, замедло и прочее. Но это ни на что не влияет. Абсолютно. Никакого бонуса комтуаса не сделали за это. С одной стороны, обидно было бы на 27 секунд на гидре, если ты несколько раз подряд сделал самый маленький вклад, но при этом ты точно такой же нанес урон. Точно такой же. А тебе дали там какие-то хуже камни. То есть тебе типа не везет. Это было бы плохо. Но на стандартной гидре минута-полторы, которые ходят там новички и средние очки, было бы хорошо, чтобы вклад влиял бы на что-то. Допустим, не знаю, больше бы маны хотя бы давали бы. Или ты там нанес... Вот, смотрите, как во многих играх. Возьмите тот же вонючий Бравл Старс. Если ты там первый по вкладу, тебе дают чуть больше опыта. А здесь тебе могли бы, если ты первый по вкладу, просто бонусом давайте тысячу маны. Или две. Типа ты значок, да? Там, не знаю, кубка. Типа ты занял первое место по вкладу. И тебе тысячу маны. Приятный же бонус таки был бы, да? Ты бы хоть как-то чувствовал бы этот вклад и старался бы как-то его увеличить. Ну, была бы мотивация. 10 заходов сделал, 10 тысяч маны. 100 заходов, 100 тысяч маны. Ну, типа, чем тебе не мотивация, да? Хоть какая-то, но за пару лет фарма как бы можно неплохо себя намотивировать. Ага. Пошло звучало. Так вот, о чем я говорю, что вот этот вклад ни на что не влияет. То есть, если вы новичок, вас кто-то паровозит на четвертую либо пятую гидру, вы там никакого вклада не делаете, отдохнете чуть бы не после первого залпа гидры, но чувак, который вас водит, он выживает. Вы можете получать камни лучше, чем тот чувак, который вас водит. И так оно часто и бывает. Вот я когда ночью вожу, вот я уже вожу на гидру месяца три разных людей. Последние месяца три. И не поверите, часто им падают камни лучше, чем мне. То есть, дроп абсолютно рандомный. Он никак не зависит от вклада. Никому не верьте, комтуасы как ввели гидру, они как только вводили гидру, а это было написано в их патчноуте, то, что вклад никак не влияет на качество дропа. Пока что. Может, когда вы смотрите это видео, уже влияет. Но я думаю, вряд ли. Спустя три или четыре года, сколько гидра существует, они это не переделали. В процессе разработки обновлений мы подумали, что было бы неплохо, если бы заклинатели смогли сразу применять к рунам шлифовальные магические камни. Верно. Ну, то есть, как когда вы фармите гиганта, сразу точить эти руны и сразу там продавать. Полученные в ходе непрерывного боя. К сожалению, на этот раз мы не смогли реализовать эту функцию из-за плотного графика всех необходимых разработок. У них там будто две уборщицы работают и одна из них, знаете, когда не убирают, когда туалет не моет, она у них что-то там разрабатывает и вводит какие-то патчи. Я не верю, что у них в команде меньше пяти человек. И сколько нужно команде пяти китайских китайцев, корейцев, блин, чтобы сделать какой-то нормальный толковый патч. То, что они ввели, это просто сделано на коленке и вообще абсолютно бесполезная функция. Сейчас я объясню, почему. По фактам пройдемся. Наконец-то мы... Так, мы хотели бы поговорить о правилах непрерывного боя. Функция непрерывного боя включает в себя проведение десяти боев. Вы сможете пользоваться данной функцией неограниченное количество раз. Не так, как в говнорейде Shadow Legends. Вы можете запустить непрерывный бой только для тех... на тех уровнях сложностей, на которых вы можете войти. То есть, если у вас открыта четвертая гидра, вы ни в коем случае не можете воевать в пятой. Никаким макаром. Даже в непрерывном бою, если вас пригласили. Вы не можете получить помощь от друзей или членов гильдии. Ну, так как непрерывный бой, он предполагает, что использование друзей либо членов гильдии, соответственно, оно, скажем так, одноразовое. Там только пять раз можно за день завязать. Поэтому это не катит. Это понятно. Как и в обычном непрерывном бою в Кайросе. Вы не можете создать расстановку дополнительной команды. Вы можете разместить до двух своих команд. То есть, типа, в соло нельзя ходить. Они, наверное, это имеют ввиду, что в три своих пачки нельзя ходить. Знаете, хотя, блин, когда они ввели возможность сделать свою вторую пачку, сразу все взбунтовались и начали писать, а почему не сделать уже, чтобы я в соло мог ходить на гидру? Ну, не хочу я ждать никакого рандомного лоха, который не тянет гидру. Кумтуасы, я бы уже третью пачку... У меня уже есть третья пачка на гидру. Да вообще, изи. Тот, кто играет года 3-4 в эту игру, и у него уже есть одна там две пачки на гидру, он легко сделает третью. Вообще легко, со всякого мусора. Если выбирать ходить с какими-то рандомами 27 секунд или ходить своими тремя пачками за минуту, я буду ходить своими пачками. Я не буду ждать какого-то рандома, я не буду ждать того, что он там посрет и нажмет кнопку применить в бой, или там, что у него интернет лагает, или пишет какую-то фигню в чатик. Почему же это не сделать? Ну, раз вы уже сделали две пачки своих можно поставить и можно добавить друга либо бота и пять заходов в день сделать вообще без участия других людей. То есть, вы уже, скажем так, сами себе противоречите. Ведь вы рейд вводили как онлайн часть ПВЕ-контента, но пять заходов в день можно делать без онлайн части ПВЕ-контента. Так что, какая, блин, хрен разница, кунтуасы, раз вы уже дали в этом плане заднюю, тогда делайте уже третью пачку. Я третью пачку соберу за один день и буду ходить на гидру и не буду никого ждать. А у кого нет возможности собрать две-три пачки, он будет и дальше ходить с какими-то рандомами. То есть, вы всех удовлетворите и сделать кунтуасом от этого только плюс. Ведь люди, которые разочаруются в рандомах, как я, они поймут, что лучше я потрачу больше кристаллов, больше времени, больше ресурсов, а если не хватает этого, я задоначу в игру, как многие считают. Следовательно, кунтуасом от этого плюс, что каждый человек будет стремиться к своим трем пачкам. По итогу. Чтоб не ждать каких-то сраных рандомов, которые, блин, не могут гайд, посмотрите, собрать себе толковую пачку на гидру, ходят через зверомоса и белку. Как-то так вот. Поэтому для них это только плюс. Видите, привет, порсеночек. Битва начнется только когда у вас будет достаточно энергии для проведения 10-кратного непрерывного боя, о чем я и говорил. Так, ну здесь все понятно, понятно, понятно. Теперь, самое главное, там в конце их онлайн арене говняной, самое главное, что я хотел обсудить. Смотрите, у меня закончился непрерывный бой, 10 с 10, я нажимаю окей, и что дальше? Что дальше? Дальше меня перебрасывают в окно, где я опять с этим чуваком или чуваками, если мы втроем, опять могу сделать на 10 заходов, только энергию надо пополнить. Или нужно опять создавать команду? То есть, я не могу понять. Вот, доступ к альбому. Альбом. Если это будет постоянно создавать команду на 10 заходов, оно мне нафиг не нужно. То есть, абсолютно. Я лучше постоянно буду перезаходить, чем вот это вот, вот этих 10 заходов, а потом, смотрите, мне максимально неудобно. К примеру, я у человека фармлю с телефона гидру, да, то есть, нажать пальцем, продать руну или оставить, легче, чем создавать команду, заходить в чат, отправлять сообщения, подтверждать приглашение через 10 заходов. Мне проще по одной руне продавать. Так что, мне это вот вообще, вот это пока, как они ввели, никак не облегчит фарм. Но, если после того, как ты нажимаешь кнопочку вот здесь, окей, да, вот я нажал, и меня опять перебрасывает в меню, где стою я по центру, допустим, как глава пачки, да, и два чувака там по бокам, к примеру. И мы опять начинаем, продолжаем бой, да, мы пополняем энергию и еще на 10 заходов. Если так, то окей, тогда эта функция полезна будет. То есть, она чуть-чуть, ну, не то чтобы облегчит мне ночной фарм там, но будет, как бы, хоть логичный какой-то. А если будет выбивать и нужно будет опять создавать команду, то нафиг оно надо? Ну, к примеру, оно не то чтобы будет выбивать, тебя выбивает в окно, когда ты создаешь окно, а тех чуваков выбивает вообще, потому что у них не хватает энергии, правильно? Дальше. Ну, даже если они пополнили на два захода по 10, как-то так, то их типа выбивает. Короче, если нужно будет заново создавать команду, чуть бы не с нуля, это туфта. Комтуасы, вы тут обосрались. Если не надо будет, то более-менее полезная функция. То есть, это даже не автофармом назвать, а полуавтофармом, потому что то, к чему мы привыкли в этой игре, к автофарму, это никак не относится. То есть, здесь ты формишь гидру и все, ты не можешь ничего больше делать. Ты сидишь и смотришь. Спасибо тебе, Z-Grain, за подписку. Добро пожаловать. Ты тут, Z-Grain? Напиши что-то в чатик. Спасибо тебе за спонсорскую подписку. Тебе доступны гайды. Вот, 71 гайд моего канала. Если у вас нет еще доступа к гайдам, получите доступ к гайдам. Можете написать мне в ВКонтакте, либо еще куда-то и, соответственно, получить доступ к гайдам. Так, вот, как-то вы поняли, да? То есть, такая себе туфтиновая разработка от Комтуасов. Но мне кажется, это не все. Это все говнище должно быть в декабре, но они не могут ввести только это и все. Скорее всего, введут какие-то новые донатпаки, это понятно. Может, какие-то удобства, типа инвентарь расширить с рунами гидры, к примеру, да там тысячи, да? Или сколько там сейчас мест? Сколько там сейчас мест? По-моему, сейчас тысяча, да. Так, тут 300, 800, тысяча. Я бы не отказался от полторы или двух тысяч. Хоть и 10 тысяч сделайте, я его все равно забью. У меня уже каждые розовые руны, посмотрите, у меня ни одной, ну кроме, вы понимаете, античных, у меня ни одной синей руны нету. У меня все розовые, вот этих я оставляю непроцентных, стараюсь по 2, по 3 штуки в некоторых сетах, а этих уже некоторых по 6, по 7, по 8 штук. Ну то есть, типа, место-то все равно забивается. Очень быстро забивается. Ага. Вон, посмотрите, защита 12 штук. Я не продаю, все равно их собираю. Потому что, типа, ну, они же нужны будут в дальнейшем. Вот, уже скоро будет легендарок больше, чем розовых. Это все копится, копится, но места-то не хватает. Приходится точить, а точить пока нечего. То есть, точить, к примеру, тебе прокнуло 9%, ты будешь тратить легендарку, чтобы попытаться сделать 10, не 9, а 10, я думаю, мало в игре ума лишенных. Разве что, это божественная какая-то руна, и ты принципиально хочешь ее сделать там на 1% лучше. Чуточку лучше. Прям на писелюшечку какую-то. Вот, к примеру, вот эта, да, руна моя стандартная, бюджетная. Вот. Да. Где она там? Вот. Типа, если бы я здесь хотел бы сделать, допустим, не 12%, а 13 максимально возможных, а здесь не 8, а 10%, и в сумме получить не 20, а 23. Ну, я и сюда потрачу, ради 2% можно потратить, но если у меня вот этих камней будет штук здесь 5-6, наверное, только тогда я захочу с 8 попытаться сделать 10, и никак по-другому, так как здесь уже 8 плюс 10, и здесь хотелось бы плюс 10 иметь, а здесь и так уже максималка. Да, здесь больше 30 уже не сделаешь, как бы. Вот такие вот дела. Так что эту руну можно добить почти до идеала. Почти. Здесь, если было бы 20 плюс 30, было бы идеально. 8 плюс 10, это максималка, а здесь 13 плюс 10, тоже было бы максималка. Ебнуться руна, с ума сойти? Прости. Если что, прости, что показываю. Вот тоже руна недавно точнулась. Да. Вот, тоже нету, видите, точнуть 33, как лох, хожу 28 плюс 4. Стыдно, позорно, знаю, но вот так вот мучаюсь. Зато здесь максимал очка вылезла. С 6 до 9, 9 очка, на тебе, да? Просто взяла и вылезла. Ну, такие вот дела. Да. Много еще можно чего доточить, было бы прекрасно да пролезло. Вот здесь 11 трогнуло. Ну, здесь я розовый точил, а не лего, насколько помню. То есть, теоретически, вот вы бы стали бы это менять, я нет. Потому что, во-первых, это очень дорого и нецелесообразно. То есть, ты теоретически меняешь 11% на 13, а потом еще и кучу камней ищешь, чтобы проточить плюс 10. Ради чего? Ради 2%? Ну, типа, можно потратить несколько десятков миллионов маны ради 2%. Да, ну, нафиг. Ну, его, туда-сего, растуда-с. Ну, типа, я бы не стал бы. Это перебор, наверное, какой-то. Вот, как и здесь. 10 плюс 9. Ради 1% будете мучиться? Или ради 3 суммарных? Тоже, я думаю, нет. То есть, меня вот это устраивает. То есть, когда у тебя вылазит максимальный, либо почти максимальный прок с розовой руной, или средний с легендарки устраивает. Если бы здесь было бы, я бы менял бы здесь розовый какой-то, да, 7 и 11. Когда у меня вылазит 7, меня это не устраивает, потому что 7 это меньше максимального и так такового прока. Когда вылазит 9-10, это уже хорошо. 11, но это просто идеально, как бы. Что тут скажешь? Куда еще больше, правильно, с розовой? Привет, я получил свиток СВЦ. И тебе привет, ГЦ, иди со свитком. Да, так что вот такие вот дела. Угу. Надеюсь, когда-то бафнут крит урон и шанс крита, потому что это вообще ни разу не логично. В легендарке ты можешь получить 13%, но при этом здесь всего лишь 10. Крит урон должен правильным быть каким? Это 8 или 9, тире 11, тире 12. Если 9, тире 12, если 8, тире 11, но никак не 7, тире 10. Особенно шансом крита проблема в этой игре. Шанс крита это полная днина. Поясню почему. Оставлять шанс крита ниже розовой есть смысл только, наверное, новичку. Почему? Потому что, ну, сейчас посмотрим, где там, здесь у нас где-то шанс крита на смену. Так, шанс крита, шанс крита. Наверное, в таких я не оставляю. Так, ну, наверное, здесь да должен быть. Кстати, сейчас можем перековать руны. Шанс крита. Что, нету? Вот. Смотрите, 4-7 в розовой руне. Сравните. если ты меняешь розовую силу атаки, максимальный прок в 6-ти звездочной 8%, то есть здесь велика вероятность то, что ты получишь сразу максимальный прок. Даже 7% не сильно опечалит. 8-7, ну, не принципиальная разница. Но, шанс крита от 4-х до 6-ти точится, а ты здесь можешь получить от 4-х до 7-ми. Ну, что это за херня, коммунтуасы? Как бы, по логике вещей здесь должно быть от 5-ти до 8-ми. Или даже до 9-ти. То есть с розовой нужно сделать легендарку. То есть легендарки сделать розовую. Ну, только не с 6-ти до 9-ти, а, допустим, с 5-ти до 8-ми. А в легендарке сделать с 7-ми до 11-ти. Тогда в этом будет какой-то смысл. И такие камни будут цениться. А так они многими продаются. Это не моя информация, это информация любого топа этой игры, который сидит там на РТА в топ-1. Причем, когда только эти камни ввели, я об этом сказал, что это, ну, просто нелогично. Вы убиваете шанс крита и крит урон как таковой при смене. Он не нужен. И многие продают. Поэтому у меня вот такие вот розовые, это даже редкость, но это в таких комплектах тех порейджа, где ты захочешь где-то чуть-чуть подшлифовать. Конечно, и синюю многие себе могут оставить такую, потому что, допустим, ты одеваешь вердыхайля и тебе не хватает вонючих 3 шанса крита. И ты вспоминаешь, что ты в лабиринте либо еще где-то выбил синюю смену, а там от 3 до 5. И ты как раз в любом случае получишь эти 3 шанса крита. Как бы для новичка это существенно. Да. Для него это зарешает как бы исход катки. Он не будет фейлиться, скорее всего, на драконе. Но для тебя это не особо решает. Вообще ни разу не решает. То есть, это мало. Поэтому розовые такие руны зачастую все продают. А вот легендарки уже, да, конечно, можно оставить, но все-таки 6-9 подкорректировать это немало. Ну, типа, ты выбираешь для ДД что оставить? 8 резиста или 4 резиста или 5 точностей, которые, допустим, не нужны? Или поставить 6-9 шанса крита? Конечно, ты выберешь шанс крита. Особенно, если у тебя далеко не сотка шанса крита, а там под 70 получилось. То есть, очень мало. Ты можешь подшлифовать. Это выйдет таким неплохим бустом. Вот смотрите, к примеру. Вот, видите? То есть, с говна была сделана конфетка. Здесь, по-моему, была точность. Я не готов утверждать. Насколько помню, было 5 точностей. Этой руне больше 3 лет, поэтому как-то так. То есть, эта руна очень давно на Люшена оделась. И видите, Люшен был бы намного хуже. У него было бы всего лишь 6 шанса крита. Но изначально здесь было 4 шанса крита. Я поменял на синюю. То есть, было от 3 до 5. Мне прокнуло 4. А потом с 4 сразу буст такой на 9. То есть, это уже что-то дорешает. Где-то в таких двух рунах поменял. Там 9, там 9. Вот тебе 18 шанса крита. Но зато ты можешь добить максимум скорости, силы атаки, крит урона, если это позволяет какой-то слот, кроме 4. В этом есть какой-то смысл. Но, ком-туасы считают, что это менять не нужно. Хотя, это дисбаланс получается. Я не говорю, что ДДшки в этой игре они печальны. Кто печален в этой игре, так это персонажи по типу танков. Танкам не хватает бафа на ХП. Кто за? Плюсик в чат. Почему? Поясню. Для дамаги есть баф на атаку. Для защиты есть баф на защиту. То есть, защита дерется против, скажем так, атаки, все как бы свет-тьма, все взаимосвязано. Для краша ХП есть комплект Дестроя и есть скиллы, которые опускают танков на дно. К примеру, ретеш. С первого скилла бьет от ХП, со второго скилла хилится от ХП, с третьего скилла бьет от ХП. Да? То есть, ты просто берешь какую-то кошку огня, бейтси, любого персонажа, у которого есть на скиллах Дестрой, либо одеваешь один, два, хоть три комплекта Дестроя и крашешь ему ХП. Чем меньше у него ХП становится, красная полоска вот эта его забирает максимально ХП, тем слабее становится ретеш. Скрашь любому ретешу половину ХП и он просто превращается в часунку какую-то, которая ничего не может сделать ни с одним твоим ДДшкой или саппортом. Но при этом почему не сделать баф на ХП этим танком? Он не только танкам будет помогать. Предлагаю, допустим, баф на ХП, сколько он должен давать? Процентов 30-35 наверное максимального ХП от базы, то есть общего получается. И тогда, когда против тебя выступает ретеш, которого бафнул саппорт, на допустим, я не знаю, сколько он процентов должен давать, чтобы не было им бой какой-то, а то кто-то скажет, ничего себе, у ретеша 100 тысяч ХП, это типа, как такого убить? Но это же баф, когда он пропадает, у ретеша сразу становится меньше ХП. Ведь никто не задается вопросом, почему Люшен кидает карты на 13 тысяч, а без бафа на атаку он кидает на 8-9, уже не так страшно, да? Типа, это нормально почему-то в игре. И с бафом на ХП было бы нормально, только уровень танков возрос бы. Всякие там раканы херачили бы сильнее намного, они выглядели бы опасней. Как только танк находится под бафом ХП, он, во-первых, становится намного жирнее и намного опаснее. А в этой игре такой показатель, как танки, он опущен очень сильно. И ладно, если бы не существовало такое понятие, как дестроя, тогда танки были бы на уровне. Но так как ввели и на скиллах дестрой, с каждым новым патчем ребалансом все больше и больше монстров обретают такое понятие, как краш ХП. Те же кошки при эвейке, вот, вот та вот огненная и прочие персонажи, та же бетти, какое количество крашит ХП, да? Вот, тот же дестрой комплект, который одет чуть бы не на каждом сейчас саппорте, на каждом ДД, дабы свести к минимуму шанс того, что танки затащат в своей защите. Ведь танков много сейчас в защите, но их, соответственно, контрят этим дестроем. И вот, танки контрятся рунами и скиллами, а никак не бафают танков. То есть, печально. Я, как бы, танка пачкой люблю атаковать и защищаться. Я бы больше ими играл. Я бы больше выбрал бы паладинш каких-то, который бы, наконец-то, урон бы наносили. Но, нужно переделать и кучу саппортов. Это же не просто ввести, да, баф на ХП. Его же нужно кому-то дать. К примеру, придумать каких-то новых персонажей. Вон, у тебя Меган бафает на атаку, на защиту и на ХП. Может, не особо это нужно какому-то танку, типа баф на атаку и баф на защиту, но баф на ХП. До многих саппортов, двух, трех, четырех звездочных мобов, которых вообще никто не юзает, можно переделать в баферов на ХП и там еще что-то добавить. Вот и все. Мне кажется, я же говорю, повторяюсь уже, но танки в этой игре опущены. Поэтому, я бы хотел бы ребаланса в этом плане, потому что было бы, ну, на порядок краше, если твой танк был бы, ну, более заряжен. Допустим, если мой ретеш бьет 72 тысячи и... Ретеш, извиняюсь, мой копер бьет 72 тысячи, многие скажут, зачем бить 72 тысячи? Ведь у многих ретешей нет такого количества ХП, но сейчас есть артефакты, которые могут снизить урон и антикрит, и защита от ветра, и от другой какой-то стихии. А теперь, прикиньте, еще и баф на ХП. Было бы проще бы. Вот. Вот такие вот дела. Или, второй вариант, зачем моему Таору бить 120-130 тысяч со второго скилла, если даже 80 тысяч ХП не может быть ни у одного монстра в этой игре? Ну, кроме, наверное, медведя водяного, который себе немножко раскачает еще 12-800 за счет 5 приседаний. Как-то так. Это, наверное, самый, получается, жирный персонаж в игре. Медведь воды. И то, 80 тысяч ему сделать, это, это вот просто максимальный предел. Это лидерка 50%, это максимальный топовый энерджи 3 комплекта под 5 приседаниями. Еще и в пати-пати комплекты какие-то на ХП. Вот, у каждого монстра, чтобы стояли, которые будут с ним. Тогда, да, можно сделать медведю там по 1080, может чуть-чуть больше ХП. Но все равно он сдохнет от моего выстрела в 120 тысяч. Он не выдержит. Даже 100 тысяч нет и близко ни у кого и не может быть. А под бафом было бы. Во-первых, появилась бы мотивация мобов заряжать, делать их достойными, сильными дамагерами. Почему? Потому что, посмотрите, сейчас, вот возьмем, я не знаю, какого-то моего стандартного ДД. Мне очень сложно найти какого-то ДД, у которого будет меньше там 5-10 тысяч ХП. Ну, кого мы возьмем на вскидку такого? Давайте возьмем Таора. Почему у него 9600 ХП на 400 брони? Почему? Почему у него нет 2000 ХП на 150 брони? А атаки при этом 2000 с чем-то и крит урона под 200? Потому что какой смысл? Ведь ХП у мобов мало, он все равно всех сука шотает. Он любого танка шотает со второго скилла, да и с третьего часто. Нахуя ему делать там 2500 атаки и 200 крит урона? Для каких это целей? В ПВЕ он нахуй не нужен мне, а в ПВП и этого хватает. Так почему лишние статы я не переставлю в ХП правильно, что я сделал и в защиту, дабы он мог держать урон. Но это уже противоречит понятию дамагер, саппорт, танк. Ведь во многих играх, в которых я играл, где присутствуют такие понятия, танк это танк, который жирный, держит урон, но не особо много его наносит. То есть средний хороший урон. ДД это тонкий персонаж, но который больно ебошит. Саппорт это соответственно кто там полезен дебафами, хорошо живет, может подхилить, либо там как-то ну разные классы саппортов. Что-то сделать, что-то среднее, да? Ну между дебафером, хиллером и таким вот помогал и общим в команде. Ну есть еще в некоторых играх типа там уворотчики, но это уже другие классы и прочее. А здесь он отсутствует. Комптуасы, сука, переделывайте, некрасиво. Танки сосут в этой игре, к сожалению. И это печальненько. Так, пойдем на ГВшку. Отдельное видео сделаем, да, для ГВшки? Угу. Так, отдельное видео сделаем, поэтому надеюсь я не что-то переделаю. Спасибо за просмотр этого видео. Нужен ночной фарм либо любая другая услуга пиши мне ВКонтакте. Обращайся ВКонтакте, договоримся, сделаем. Пока-пока.